МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ольга Алексеева. Сегодня в выпуске. Особенный теплый праздник. 24 ноября страна отметит День матери. Большая сцена в селе. В Шахазанах распахнул свои двери новый дом культуры. Поединки сильных и прекрасных. В Чебоксарах стартовал Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии Михаила Игнатьева. Центр творчества. Сегодня в селе Шахазаны Канарского района открылся Дом культуры. С подробностями Дмитрий Ковалев. Этого дня в Шахазанах ждали давно. Строительство нового Дома культуры началось в рамках национального проекта. Работы продолжались полтора года. И вот торжественный момент. На строительство Дома культуры направили свыше 50 миллионов рублей. Теперь для творчества и досуга здесь создали все необходимые условия. Зрительный зал на 300 мест, большая сцена, проекторы для кинопоказов, современные акустические системы. А за кулисами современная световая аппаратура, которая меняет цвета по заданной программе. Такие спецэффекты украсят любой концерт. С открытием Дома культуры творческая жизнь села заиграет новыми красками. У артистов немало планов. Ой, такая красота. Здесь, наверное, приятно будет выступить всем. И, конечно же, нам. Хотим на репетицию выступать концертами. Первый концерт и сразу аншлаг в зале. На сцене лучшие коллективы района. В отдаленные села муниципалитета с концертами и спектаклями приедет передвижной клуб. Он был приобретен за счет бюджета. У нас, благодаря главе администрации Владимира Николаевича, в этом году 53 лет микроавтобус на 16 человек для них. Еще у нас есть автомобиль, транспорт передвижной. Только в этом году в республике построят 6 домов культуры. В следующем еще 7. Но это только первый этап. В рамках национального проекта запланированы масштабные работы, отметил глава региона. На втором этапе еще 25 будем строить. Но кроме этого, хочу доложить перед вами, мы практически оснащаем современным светло-сигнальным оборудованием другие учреждения культуры. Капитально ремонтируем, облик меняем, благоустраиваем близлежащую территорию. Глава региона проинспектировал и ход капитального ремонта корпусов районной больницы. За последние годы на модернизацию поэтапно направили более 100 миллионов рублей. Недавно для инфекционного отделения был приобретен современный рентгенологический аппарат. В единой базе данных, если взять по району, у вас все сейчас концентрировано на вашем рабочем месте, да? В ближайшие годы все больницы и ФАПы муниципалитетов должны быть связаны высокоскоростным интернетом, отметил глава республики. Это необходимо для развития телемедицины. А практически район ФАП 7 все подключены? Значит, все опять подключены. У нас 5 пушевских пунктов, 1 передвижной. Остается еще 10 подключить. До конца этого года в муниципалитете после капитального ремонта откроется и хирургический корпус больницы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. А теперь перенесемся на 90 лет назад. Осень 1929 года. Правление Центра Союза, высшего органа потребительской кооперации страны, постановило открыть Чебоксарский кооперативный техникум. В этом году коллектив отмечает юбилей. За это время техникум прекращал работу только в первые годы Великой Отечественной, когда многие студенты и преподаватели ушли на фронт, а учебный корпус отдали под эвакуированные предприятия. Уже в 43-м году техникум продолжил работу. Сейчас в учебном заведении готовят по таким направлениям, как экономика и финансы, юриспруденция, туризм, гостиничный сервис, повар, кондитер и другим. Глава Чуваший отметил, главная задача учебного заведения – выпускать специалистов, которые будут востребованы работодателями, и с ней техникум справляется. Впрочем, студентам Михаил Игнатьев пожелал не торопить события и насладиться студенческой жизнью. Обращаю внимание студентов. Быстрее хочется с учебы на работу. Когда начнете работать, захочется обратно возвращаться на учебу. Потому что самые лучшие, счастливые, прекрасные годы – это когда мы учимся. В общей сложности из стен Чебоксарского кооперативного техникума вышли более 30 тысяч специалистов. Чтобы газ приносил тепло и уют и не стал источником бед. Регулярно проверять исправность плиты, газовые колонки, работу вентиляционного канала. О мерах безопасности жителям республики напомнили специалисты. Раз в год обязательный осмотр и техническое обслуживание. Газовое оборудование требует постоянного внимания специалистов. Плита, газовая колонка или индивидуальный котел – все, что работает на природном топливе, должно быть исправно. Очень хорошо, что даже стало сейчас ежегодно проверяться. Проверяют газовую плиту, вентиляцию. Всегда надо следить за этим оборудованием, чтобы не было чрезвычайных происшествий. Регулярно посещают, нас спрашивают. Пока у меня проблем никаких не было, никакого запаха газа я дома не чувствую. У меня есть котел, у меня есть газовая плита. Естественно, оно все оборудование, счетчики, платье, как положено. И все же сознательных владельцев газового оборудования, которые заключили со специализированной организацией договор на техобслуживание, пока в Чувашии не 100%. Да и не все помнят, что перед зажжением газовой плиты необходимо проверить тягу и открыть форточку, чтобы не отравиться угарным газом. Эти и другие важные правила безопасности специалисты газового хозяйства напомнили жителям Чувашии. Представители «Газпром» газораспределения Чебоксары во главе с генеральным директором Киемидином и Фтаходдиновым побывали на различных предприятиях республики. Руководитель компании вел разъяснительную работу в Канаше. Задача каждого потребителя – это правильная эксплуатация, соблюдение всех правил требований при эксплуатации газового оборудования. Это тяга, это открытые форточки, исправность газового оборудования. И поэтому мы обязаны с двух сторон. Поставщика, эксплуатирующая организация, потребитель газа. Поставщиком договора поставки газа, а эксплуатирующая организация на технические обслуживания – это обязанность каждого потребителя, каждого абонента. Потребителей газа в Чувашии более 500 тысяч. В эксплуатации находится свыше 800 тысяч единиц оборудования. За то, что установлено в квартире, отвечает собственник. И когда он отказывается пускать специалистов, приходится идти на крайние меры. По большей части населения, конечно, ответственно относится к этому. Но есть и те, которые безответственно подходят. Поэтому периодически плановые осмотры проводятся. И вот где у нас дымоходы не работали еще, что мы теперь начинаем работать так, чтобы постоянно отключаем, чтобы не было случаев. У нас были по городу люди угорали именно из-за того, что вентиляция плохо работала. Газ будет удобен в быту, если помнить про обязательные правила газовой безопасности. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Новые возможности для бизнеса на территории Чувашии. О преимуществах цифровых сервисов в нашем сюжете. Автоматизация всех сфер бизнеса, финансовых показателей, маркетинговых решений и построения продаж. Цифровые помощники, на которых можно переложить часть рабочих задач, стали своего рода трендом. Так, сервис виртуальная АТС помогает снять нагрузку с менеджеров компании. Телефония нового поколения позволяет самостоятельно составить сценарий распределения вызовов, настроить голосовое меню, переадресацию и голосовую почту. Столкнулись во время с такой проблемой, что звонки, поступающие на стационарные номера сотрудников, просто пропадали ввиду того, что сотрудники в тот или иной момент не могли ответить на звонок. При организации виртуальной АТС данная проблема черпала сама себя ввиду того, что ведется статистика звонков и, соответственно, любой неотвеченный звонок, он отражается в личном кабинете и менеджер может перезвонить в любое время. И таким образом мы не теряли потенциальных клиентов. Функционал понятен и прост в использовании. Управлять сервисом можно с помощью ноутбука, планшета, смартфона. Главное, чтобы девайс был подключен к интернету. Для удобства работы сервис интегрируется системами ЦРМ. Это клиентская база, плюс все планирующих задач, плюс заведенные туда все коммуникации, какие только возможно завести. И история этого взаимодействия хранящаяся в соответствии в привязке к клиентам, сделкам и так далее. У нас, например, мы работаем так. То есть у нас завязаны все, опять же, как я сказал, возможные коммуникации. То есть это и электронная почта, это мессенджеры и телефонии, безусловно. Но если телефония, то тут надо понимать, что это виртуальный АТС все-таки, а не обычный аналоговый телефон. Соответственно, у нас все звонки пишутся. С правильными технологиями управлять бизнесом проще. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Второй республиканский конкурс «Лучший народный дружинник» прошел сегодня в Чебоксарах. Сохранять общественный порядок должны подготовленные люди. Об основных критериях конкурсного отбора в нашем сюжете. Нынешнее поколение помнит народных дружинников только по советским фильмам. С 2015 года добровольные отряды вернулись на улицы городов и районов и по-прежнему помогают поддерживать общественный порядок. Торжественное построение, как смотр сил и возможностей. Я искренне вам желаю успехов и пусть и длительней жизни. Эти 24 дружинника стали лучшими в своих муниципалитетах. И сегодня они показали физическую и юридическую подготовку. Умение оказать первую помощь для них тоже не лишнее. Ведь порой именно дружинники оказывают ее первыми на месте инцидента. Помимо профессиональной подготовки, очень важны и личностные качества. Ну, прежде всего, порядочный человек должен быть. Порядочный, честный, добродушный, приходящий на помощь гражданам. Лучшим дружинником в этом году стал Виталий Александров из отряда добровольной народной дружины города Новочебоксарска. Сегодня в Чувашской республике насчитывается 26 добровольных дружинных отрядов. В них несут службу около 600 человек. Бывшие военные, учителя, врачи объединились для благого дела – поддержания общественного правопорядка. Богдана Дойникова, Алексей Зотиков, Бахтияр Вилеев, Республика. В воскресенье Россия готовится отметить День Матери. Несмотря на то, что официально праздник появился относительно недавно, чествовать женщину-мать и проявлять к ней уважение – традиция, уходящая вглубь веков. Женщины-матери всегда играли и продолжают играть важную роль в развитии человечества. И вряд ли такое положение изменится в ближайшем будущем. История России сохранила немало славных женских имен матерей, подаривших миру великих ученых, государственных деятелей, поэтов, актеров, музыкантов. Особое место в этом списке занимают матери, воспитавшие настоящих героев. Всем в Чувашии известна Татюк Кенемей из Маргаушского района, проводившая на фронт шестерых сыновей. До сих пор с огромной нежностью и благодарностью вспоминаем мы Анну Алексеевну Николаеву, чей сын стал покорителем космоса. Тысячи женщин сами стали героинями войны и труда, оставаясь при этом любящими и заботливыми матерями. Дороже мамы в жизни ничего нет. Ни за какие ценности, я имею ввиду, за золото, за серебро, за платину, за миллиард рублей невозможно купить теплоту, доброту, милосердие, ласку и доброе сердце мамы. Сегодня мы с вами успешно штурмуем политические, профессиональные, творческие, спортивные вершины и по-прежнему считаем материнство своим главным предназначением. Отдельное спасибо хочется сказать всем женщинам, кто вместе с кровными воспитывает приемных детей. Пока ваши сердца будут такими же щедрыми, будет жить этот мир. С праздником, дорогие мамы, здоровья и счастья нашим детям! Во Дворце культуры трактора-строителей сегодня подвели итоги сразу двух республиканских конкурсов. На сцене выступали фольклорные коллективы, танцоры и вокалисты, а в фойе свое творчество представили мастера и ремесленники. Они словно живые. Вот чувашская красавица протягивает каравай, а вот дед думает, как вытащить репку. Этих героев связала финалистка конкурса «Куклы своими руками» Зинаида Киргизова. Кипятим все это, вот это капром голодки, чтобы они распустились. Это вяжем все, нитки. Все, что есть, из этого сделаем. И фантазии свои выкладываем. В Чебоксары сегодня приехали мастера из всех уголков Чувашии. Аделина начала вязать крючком с первого класса. И прощаться с любимыми игрушками не собирается. Это интересно, это успокаивает они для красоты. Но у меня есть еще и двоюродные братья, сестры маленькие. Они с ними играют с радостью. Играют и участники конкурса детского художественного творчества «Цветы Чувашии». Фольклорный ансамбль из Аликова представил на суджюри не только песни и танцы, но и национальные игры. Сейчас везде все на русском, на русском. Где-то что-то, я все-таки, Чувашки все равно, это наши предки, это наши корни. Мы не должны забывать то, что мы Чувашии, мы должны разговаривать на Чувашском языке, да, девять, детки? Я как-то все-таки, как-то стараюсь, чтобы они общались на Чувашском языке и разговаривали, понимали. Некоторые тоже меня тут не понимают, но все равно стараются. И я рада. Девочки получили главную награду конкурса в номинации «Фольклор». Своё творчество показали более ста талантливых ребят Чувашии. Мария Шоклева, Вениамин Иванов, «Республика». Сильные и прекрасные. В Чебоксарах стартовал Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии Михаила Игнатьева. Он уже седьмой по счету. Соревнования проходят в Ледовом дворце Чебоксары-арена. На ковер вышли более 120 спортсменов из 31 региона страны. Мельницы, прогиб, бросок через бедро. На ковре нешуточная схватка. По зрелищности женская борьба ничем не уступает мужской. За два дня спортсменки разыграют 10 комплектов медалей. Первый день посвящен предварительным схваткам во всех весовых категориях. У нас представители команды Азербайджана и команды Киргизии были приглашены, поэтому этот кубок у нас является открытым. В преддверии чемпионата Европы поменялся календарь. И как раз вот этот кубок будет являться одним из этапов отбора к чемпионату Европы, который будет проходить в Риме уже в феврале месяце. Уложить соперника на лопатки непросто. Одной физической силы тут недостаточно. Нужно уметь логически мыслить и быстро соображать. Чувашию представляют 6 спортсменок. Кто достойен надеть форму сборной России, победительниц определят в субботу на финальных поединках утром и вечером. Рифат Ваткулин, Ирина Волкова, Андрей Спиритонов, Республика. Это все о чем мы успели рассказать вам сегодня. Прямо сейчас полезная информация. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до свидания. Дубленки, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. Ярмарка Ермак в Чебоксарах готова к зимним холодам. Мы привезли новую зимнюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно удивит вас своим ассортиментом. Более 5000 номинований курток, пуховиков, дубленок, пальто премиум класса. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. В коллекции «Зима-2019» большое разнообразие дубленок. В этом году у нас поступило большое количество дубленок. Дубленки из искусственного материала, декоративного искусственного материала с лазерной обработкой. Дубленки украшены натуральными мехами, очень приятные, мягкие на ощупь. Приходите. Актовые цены и широкий размерный ряд – весомые преимущества ярмарки «Ермак». Например, осеннюю куртку можно купить всего за 2480 рублей, а теплую зимнюю – за 3700. Пришла в магазин «Ермак» купить куртку. Нашла себе подходящую, очень красивую, элегантную, истинно приемлемую. Валентина Моисеева на ярмарку приехала из Новочебоксарска. В итоге куртку купила и себе, и мужу. Приехали с Новочебоксарска купить себе верхнюю одежду. Очень понравилось в «Ермаке» нам. Одежда очень удобная, молодежная. И всегда цвета красивые, и фасоны красивые. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены.